Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Давненько я не записывал шашечные видео. Друзья, похоже у меня была так называемая перетренированность. То есть я почувствовал уже настоящее отвращение к шашкам. Почему так получилось? Потому что две недели назад я целую неделю записывал почти каждый день шашечные видео. То есть каждый день разбирал партии, анализировал, играл в турнирах. Кроме того, потом с Артемом Гагариновым еще трехчасовой стрим записали, то есть играли в шашки. Ну вот все это сказалось и, видимо, получилось, что у меня перенасыщение шашками я почувствовал. Что бы такого не было, друзья, занимайтесь всегда с перерывами. То есть не надо быть маньяком, что называется. Спокойно позанимались, отдохнули, позанимались, отдохнули. То есть мозг человека, в принципе, это такая же мышца. Когда мышцы вы занимаетесь, волокна мышц разрываются. Потом им надо дать время, чтобы они восстановились. И потом они становятся сильнее. То же самое и мозг. То есть у нас есть связи мозги, нейроны. И вот они разрываются, когда надо дать им время, чтобы восстановиться. И затем вы будете, так сказать, более умным. У вас будет память лучше и так далее. Ну давайте мы сегодня с вами разберем гамбит Кукуева, закрытую систему. Продолжаем. СД4, ФЖ5. Белые ставят тычок. Размены. Черные жертвуют шашку. Возникает дебют. Гамбит Кукуева. И черные нападают. Белые жертвуют шашку. Ну и здесь есть два хода. Либо АЖ3, либо ФЕ3 обычно играют. Давайте рассмотрим ФЕ3. Сегодня рассмотрим партию Бурылов-Щукин. На гамблере играли в турнире. Минута плюс секунда. Роман сыграл БА5. Возникла закрытая система. Я сыграл ЕФ4. И Рома сыграл ДЕ7. Я пошел АЖ3. Рома играет АБ6. АЖФ2. ЦБ4. ЖХ4. БА3. Здесь я ошибся, друзья. Надо было сыграть БЦ3. А я пошел ФЕ3 и получил плохие позиции. То есть в этой позиции надо играть БЦ3. И теперь если БЦ7, то тогда играем именно ДЕ3. Вот эта позиция равная. А я сыграл, то есть сперва ФЕ3 в этой позиции. И после БЦ7 мне пришлось играть БЦ3. Так как, ну, уже тут все к этому сводится. Роман точно нападает. ЕФ6. Здесь есть два хода. Либо СД4, либо ЕД4. СД4 проигрывает после АБ4. Ну, размены бессмысленные. Надо играть АБ2. Черные играют БА5. И после БЦ3 играют СБ6. Грозят подорвать пункт Д4 и пройти в дамки. У белых ничего нет. Надо играть ЕФ2. И черные выигрывают шашку. После БЦ7 черные ставят дамку. Ну, и куда бы белые не ставили дамку, их позиция проигранная. То есть, если белые ставят дамку на поле Б8, то черные просто нападают. Ну, и тут единственный вариант есть. Ну, так бессмысленно бить. Просто побьем на поле Ф6. То есть, побьем так. Видите, закрыться нельзя, так как дамку побьем. Поэтому надо играть ЕФ3. Побили. Ну, и белые как-то пытаются ограничить черную дамку. Но здесь у черных есть красивый выигрыш. Можете поставить видео на паузу, попытаться сами найти выигрыш за черных. Черные неожиданно жертвуют АЖ5. В эту сторону бить бесполезно, плохо. Поэтому приходится бить сюда. И теперь черные подрывают пункт С1. То есть, проводят вот такую небольшую, но симпатичную комбинацию с легким выигрышем. Если же белые в этой позиции ставят дамку не на Б8, а на Д8, то черные снова проводят симпатичную комбинацию. Можете снова поставить видео на паузу и попытаться найти ее. Черные неожиданно жертвуют дамку. И затем играют БЦ3 и бьют. Белые бьют, черные бьют. И выясняется, что у черных 5 шашек, а у белых лишь 4. Черные должны победить. Друзья, мы разобрали ход СД4, если белые закрываются так. Если белые закрываются ходом ЕД4, черные размениваются назад. Ну и здесь есть два варианта игры за белых. Либо играть ФЕ5, либо пожертвовать шашку. Если белые жертвуют шашку, ну надо играть ЕФ2, чтобы черные не могли сами пожертвовать шашку и пройти в дамки. И здесь в книге творчества армейских шашистов Габрилиан Дрозд указан следующий вариант. ДЦ7, ДЦ5, ФЕ7, ЦБ6, ЖФ6. Побили. Отдали еще одну шашку. Дамка. И черные бьют. Да, тут у черных хорошие шансы на победу, но и у белых есть шансы на ничью. То есть в определенных вариантах, допустим, ну черные могут, короче, и не выиграть в этой позиции. Поэтому я нашел более логичный вариант. Играем ФЕ7. Ну и теперь если ДЦ5, играем ЖФ6. Допустим ДЕ3, тогда уже играем ДЦ7. То есть грозим выиграть шашку. Нападать надо. Черные отходят. Белым надо отходить. Ну и тут черные снова выигрывают. Просто нападают. То есть как играть белым? И там закрываться никак нельзя. То есть отходить нельзя. Приходится ставить дамку. Черные бьют. Три. Белые одну. Ну и тут даже эндшпили не получается. Черные просто отдают две шашки. Ловят дамку белых. И легко выигрывают. Вот я думаю, что это продолжение более логичное. За черных. То есть здесь выигрыш более простой. Чем указанный в книге творчества армейских шашистов. Но тем не менее книга очень интересная. Если у вас есть возможность, обязательно купите ее. Возможно, даже в интернете есть. По-моему, есть сайт. Если найду, укажу. Именно. То есть можно почитать бесплатно вот эту книгу. Если найду, то обязательно укажу ссылочку. Если же белые в этой позиции не жертвуют шашку, а играют ФЕ5, то черные делают точный ход. Аж же 5. Теперь у белых есть несколько вариантов. В партии против гроссмейстера Юрия Кириллова тоже случайно. Причем я знал, что ход ФЕ3 проигрывает. Вот тоже случайно как-то неточный порядок ходов сделал. И вот снова к этой позиции свелось вот. И в итоге я тоже эту партию проиграл, как и Роману Щукину. То есть в этой позиции я сыграл СД6. Юрий Кириллов сыграл уже Ф4. Ну, я пытаюсь как-то прорваться по флангу, но ничего не получается. То есть черные просто выигрывают шашку. Ну и допустим на СБ6 просто идут в дамки. То есть видите, я даже не могу пройти в дамки. Просто черные отжертвуют шашку. Ну и потом просто ставят дамку. Если, допустим, как-то, прошу прощения, допустим сюда-сюда поставили. Я даже никак поймать не могу. Прошу прощения. Допустим, так, сюда-сюда. Поставили дамку. Я видите, даже поймать не могу. Потому что я остаюсь уже без двух шашек. Тут, конечно, я сдался. То есть, друзья, Гамбит Кукуева, как и городская партия, это, можно сказать, профессорский дебют. Не зря его любит гроссмейстер Юрий Королев. Есть еще два хода. Есть ход ДЕ3, ЕФ2 и АБ2. Если белые играют АБ2, то черные проводят вот такую комбинацию. Отдали одну. Затем вторую. Затем третью. И черные проходят в дамки. И обратите внимание, ход АБ6 проигрывает красиво. Черные нападают на шашку. То есть, если белые отойдут, мы просто побьем. И белые не смогут поставить шашку, так как их дамка ловится. Поэтому белым приходится отходить. А тут простейший ударчик по затылку. Черные красиво жертвуют шашку. Прошу прощения, от дамку. И просто выигрывают шашку. Тут черные должны легко победить. Если в этой позиции белые играют не АБ2, а ЕФ2. Ну, тут все просто заканчивается. Черные играют ФЕ7. Надо играть ДЕ3. Черные размениваются. То есть, создается вот такое неприятное у белых положение в центре. Вроде белые связали левый фланг черных. Но на самом деле, у белых застряла шашка на А1. Ну, и шашка на С3 тоже не смотрится. Ну, и тут все быстро заканчивается. То есть, допустим, ФЖ3, ЕД6, ЖФ4, ДЦ7. Ну, и после АБ2, ЦБ6 белым просто некуда прилично пойти. Ну, и главный вариант теперь ДЕ3. После ДЕ3 белые, прошу прощения, черные, размениваются. Вот таким образом. Ну, и у белых есть несколько вариантов. Если ЕФ2, то снова ФЕ7. Мы это уже смотрели. А если ДЦ5, то ФЕ7 снова. И теперь, куда белым ходить? Есть два варианта. Либо ЦД4, либо ЕД4. Прошу прощения. ЦД4 быстро проигрывает. Тут просто размениваемся. Ну, и затем меняемся на фланге. Проходим в дамки. Тут легкий выигрыш. По-моему, именно так я и проиграл Роману Щукину. То есть, есть жертва еще. ЦБ4. И затем идти в дамки. Ну, кстати, можно и пожертвовать шашку еще одну и идти в дамки. Вроде бы кажется, что у белых неплохая позиция. Но на самом деле, черные здесь легко побеждают. То есть, они точно играют ЕД4. И на ход БА7 точно размениваются именно на поле Ж5. В чем суть? Если белые ставят дамку, рано или поздно им это придется сделать. Черные просто играют ЖФ4. И грозят, видите, поймать дамку. То есть, надо отходить. А если отходишь, то черные просто ждут один ход. Ну и легко побеждают. Если же белые жертвуют шашку и пытаются теперь прорваться по ослабленному флангу черных, то черные размениваются. Белые идут в дамки и черные подходят к дамкам. Белые ставят дамочку. Ну и здесь можете поставить видео на паузу, попытаться найти комбинацию за черных. Она довольно-таки симпатичная. Черные жертвуют шашку, выбивают важную шашку опорную, белых с поля С1 и играют ЕД6. Белые бьют, допустим, на Аш8. Ну и черные лучше в эту сторону повести шашку, чтобы шашка С7 сдерживала шашку А1. А дамка на А6 сдерживает шашки Е1 и А4. Черные легко побеждают. Ну и теперь основной вариант. ЕД4, наверное, сильнейший ход здесь. И черные играют ЖФ4. АБ2 и черные делают очень красивый, неожиданный ход. То есть ФЖ5 ведет к ничьей, черные играют АЖ5 именно. Белые играют ЕД2. Черные жертвуют шашку. И играют ФЖ3. Здесь как раз в книге творчества армейских шашистов указано, что черные выигрывают, но на самом деле ничья за белых есть. То есть в книге указан такой вариант. Сперва белые жертвуют шашку. Затем играют ДЦ5. ФЖ5, СБ4. ЖХ4. Белые играют ФЕ3. И черные жертвуют шашку. И прорываются в дамки. Теперь, допустим, ЖХ6. Черные ставят... Так, прошу прощения. Так, в этой позиции не ЖХ6 надо играть. Потому что после ЖХ6 черные сыграют ЕФ6. Потом ставят дамку и легко выигрывают. Надо жертвовать шашку. СД6. Черные бьют одно. И белые пытаются прорваться в дамки. Теперь черные ставят дамку. Белым дамку ставить нельзя. То есть, видите, если, допустим, ставят на Х8, просто зажимаем дамку. То есть ей ходить некуда. И вот эти две шашки и дамка легко побеждают против этих трех шашек. Если же, допустим, белые ставят дамку на поле Ф8, то черные играют ЕД6. Ну и грозят поймать дамку и отойти, видите, нельзя. Тоже дамка ловится. То есть черные должны здесь легко победить. Поэтому в этой позиции рекомендуется играть БА3. Ну и у черных есть несколько выигрышей. Наверное, все-таки наиболее простой, да, который приведен в книге. То есть размениваем шашку. Бьем на А7. Ну и после постановки дамки, опять на Х8 нельзя, зажмут. Надо ставить на Х8. Черные отходят. Ну и видите, дамка белых снова ограничена. То есть такого нападения нет. Дамка гибнет. Такого хода тоже нет. То есть логично всего сыграть ДЦ3. Теперь мы играем ФЖ5. Ну и белые не могут занять большую дорогу пока. То есть нападения тоже нет. То есть как играть. Ну допустим, СБ4. Ну и черные могут свободно идти в дамки. То есть черные проводят все вот эти две шашки в дамки. И строятся затем, побеждают белых. То есть даже если белые переведут шашки сюда, займут большую дорогу. У черных будет три дамки. Они должны здесь легко победить. То есть построятся, так, скорее всего, сейчас скажу. Черные построятся вот таким образом. Затем играют ДЕ7. Ну и вытесняют белых с большой дороги. То есть сюда нельзя. Ловится дамка таким образом. А здесь нельзя из-за такого. То есть белые уходят с большой дороги. Черные проводят четвертую шашку в дамке. И легко побеждают. То есть в этой позиции мы выяснили, друзья, ход ФЕ3 проигрывает. Но у белых есть очень красивая и неожиданная ничья. Они делают неочевидный ход БЦ3. То есть этот ход компьютерный. Найден с помощью компьютерной программы Тоша. Человеку, конечно, такой ход в голову не придет. Хочется либо нападать их ФЕ3, либо идти в дамки. Но белые делают БЦ3. И вот этот ход рассчитан как раз на комбинационных возможностях. То есть если теперь черные нападают, а как, скажите, играть иначе, то белые неожиданно проводят вот такую присоску, такой удар. СД6. Ну и в какую бы сторону черные не били, ничья белым обеспечена. То есть если бьем в эту сторону, то белые проводят комбинацию с ничьей. Если же черные бьют, допустим, в эту сторону или в эту, тут без разницы. Ну побили, допустим, сюда. Белые бьют на Б8. Черные бьют на Ц5. Белые заходят в люпки. Надо отходить. И точно надо побить на поле А3. На поле Б4 проигрывают. Именно на А3. Теперь в чем суть? Черным надо отсечь белых от похода в дамки. И как-то провести свои шашки в дамки. И не потерять при этом большую дорогу. К сожалению, им это не удается. То есть на ход Fe5 белые играют просто CD4 ничьаем гарантированно. А если, допустим, ну дамкой бесполезно ходить. Допустим сюда, мы сюда играем. Также белыми отсекаем. Если сюда, то сюда ничья обеспечена. То есть единственный ход на победу здесь HG3. Но у черных есть четкое уравнение. Можно, в принципе, сыграть дамкой на C5. Ну, а можно еще проще. То есть сыграть, отдать шашку. Надо бить. Отдать вторую. И напасть. Ну и тут, как бы черные не играли, ничья убила в кармане. То есть, допустим, отошли. Побили. Ну и как играть на выигрыш? Тут ничья, конечно, битая. Друзья, если вам понравилось данное видео, пожалуйста, поддержите мое творчество. Поставьте большой палец вверх. Подпишитесь на канал. Можете поделиться этим видео в соцсетях. Буду вам премного благодарен. Пишите ваши комментарии. Задавайте вопросы. Если что-либо не ясно, отвечу на все вопросы. До свидания. Увидимся на шашечных баталиях. Спасибо. Спасибо.